Всем привет! Сегодня мы с вами будем создавать свою собственную карту желаний. Что это такое? Карта желаний поможет вам исполнить ваши мечты. И мы сегодня с вами сделаем обзор на карту желаний Веста. Карта желаний Веста это наша разработка. Это наш индивидуальный дизайн, такой вы нигде не встретите. Посмотрите на коробочку, она выглядит очень стильной, красивой и очень удачно для подарка. В этой упаковке есть своя фишечка. Вы можете задавать вопрос нашей рунической подсказке и она будет давать вам ответ. Вопрос должен быть не да, не нет, а скорее более развернутый. Например, давайте что-нибудь зададим. Какой вопрос зададим? Какой вопрос зададим? Думаем, думаем, думаем. Давайте представим. Мы с вами устроились на новую работу и хотим задать вопрос, что нас ждет на этой новой работе. Закрываем глаза, крутим, 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 крутим и в любом месте останавливаем. Остановила. Здесь есть стрелочка, ищу стрелочку и вот такой значок нам попался. Среди всех листочков здесь есть сама руническая подсказка. Вот так она выглядит. Сейчас мы ее с вами оценим и найдем тот самый символ. Ага, еще, 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 еще читаем. Никаких сомнений, только уверенность в принятом решении. Вот такой интересный ответ мы с вами получили. Каждый из вас сам может оценить, что для него это значит. Вопросы и ответы тут могут быть любые, конечно же. Ответы, кстати, разные. Есть и такие не очень-то позитивные. То есть не как в гороскопе, когда вам всегда фартит и всегда все хорошо. Нет, здесь есть и такие, ну, например, не торопитесь и тому подобное. Не нужно останавливаться. Освобождайтесь от старого. Ну и тому подобное. Потом посмотрите сами. Ну что же, вопрос мы с вами задали. А теперь давайте посмотрим, что ждут внутри. Что внутри, что внутри. Внутри есть инструкция. Инструкция, как создавать карту желаний. Так как карта желаний составляется по фэн-шуй, есть свои особенности и есть свои правила. Инструкция состоит из 12 пунктов. Я сейчас вам очень вкратце расскажу, наверное, не так, как здесь написано, а от себя больше. Вообще карта желаний создается на ватмане А2. Он разделен на 9 частей, 9 секторов. И каждый из этих секторов отвечает за какое-то из направлений в вашей жизни. Здесь для вашего удобства уже все расчерчено. Линейка нам с вами не понадобится. И каждый сектор подписан. На обратной стороне от инструкции есть сетка Багуа. Она как раз дублирует то, что у нас на листочке А2. И здесь вы увидите более подробное описание каждого сектора. То есть, например, вот наш первый сектор, это богатство. Находится на юго-востоке. И здесь расписано, что мы должны с вами сюда наклеить. Это деньги, это материальные ценности, это украшения, это автомобили. Это все, что нам хочется купить. И процветание, ну, какие-то тематические картинки. И так вот по каждому сектору, соответственно. Как вы видите, по центру написано ваше фото. Я уже приготовила несколько фотографий. Вот такие у меня есть две. Сюда клеится самая красивая ваша фотография, самая счастливая, самое довольное лицо. Желательно, чтобы вы здесь улыбались, себе очень нравились и были мега позитивными. И, если честно, важно даже, как сделана была эта фотография и каким человеком. То есть, вспоминайте, какие у вас были эмоции, ощущения и наклеивайте именно ту фотографию, которая вас заряжает на позитив. И эти воспоминания будут вас подбадривать каждый раз. Вот я буду клеить вот такую вот звездочку. Мне очень нравится, что они тематичны. Вот, но это чуть попозже. И еще одно очень важное правило. Карта желаний составляется только на растущую луну или на новолуние. На убывающую луну создавать нельзя. На полнолуние тоже, соответственно. На новолуние можно. Сегодня у меня 17 мая, у меня остался ровно один день. 19 мая меня уже ждет полнолуние, и карту составлять, соответственно, нельзя. Почему? Да, хотите спросить вы, наверное. У нас карта составляется по фэншую. Фэншую считает, что на убывающую луну ничего хорошего особо-то не произойдет. Вот если бы, наверное, мы с вами пололи грядки сейчас и вытергивали сорняки, то это было самое то. Сделать это на убывающую луну, и чтобы они не росли. А вот если мы хотим, чтобы наоборот в нашу жизнь приходил прирост, становилось все лучше и прекраснее, то надо делать это на растущую луну. Кстати, маленький лайфхак. Если вы хотите постричься, и, например, вы не хотите, чтобы росли ваши волосы, например, как мальчики, которые стригутся очень коротко, вот с 18 мая самое время идти к парикмахеру. А если вы девочки, и вы хотите отрастить длинную гриву, тогда, конечно же, ждите растущую луну. С апелляцией, кстати, та же тема. Ну так вот, мы с вами пришли к выводу, что до 18 мая надо успеть. Специально от нас здесь есть маленькая подсказка по фазам луны на весь год. Вы сможете выбрать подходящее время. Тут все очень понятно и подробно написано. Если посмотреть по нашей картинке, в следующий раз с 3 июня начнется новолуние, и можно с 4 уже будет создавать. То есть вы можете не переживать, если вы купите эту карту, у вас не будет этой паники. Когда можно, когда нельзя, что мне делать, где мне это вообще прочитать? Все нормально, здесь есть подсказка. Вы все прочитаете, все поймете. Итак, как заполнять карту? Вообще карту заполнять нужно в одиночестве. И прорабатывать каждый сектор очень тщательно. Стараться представить каждую свою мечту. Если это тачка, то представьте, что вы сидите за рулем. Представьте, как пахнет в этом салоне. Представьте этот запах свежей кожи. Представьте, как вы нажимаете на газ и устремляетесь вперед. Прямо надо кайфануть и почувствовать это ощущение, прилив эндорфидов, такой сумасшедшей энергии. Мне даже, мне кажется, щечки порозовели. Вы все это дело представляете и только после этого наклеиваете. И так с каждым объектом. По-другому нельзя, по-другому не работает. Вы действительно должны прочувствовать, что вам это надо. Потому что, если вам эта мечта не близка, то лучше даже ее туда и не клеить. Еще из важного. Заполнять сектора нужно по порядку. То есть нельзя хаотично сначала тут богатство, это сюда, это сюда. Нет, мы прорабатываем сектор каждой по отдельности. Взяли богатство полностью, его проработали полностью, заклеили все, что нам нужно. Пошли дальше. Карта заполняется определенным образом. Строго по часовой стрелке, никак не по-другому. То есть не прыгаем, не скачем. В порядочку. Богатство, слава, любовь, семья, дети, творчество и так далее. Вы должны чувствовать, что эти желания приносят вам счастье, что эти желания про вас. Один из важных факторов, который вы не должны забывать, это то, что ваши желания должны быть экологичными. Не в смысле хорошими для окружающей среды, а в смысле они должны быть про вас, для вас, не про других людей и не наносить никому вред, естественно. То есть мы думаем только о хорошем, только о позитивном. Не так, что типа хочу, чтобы у меня все было хорошо, а у Любы с соседнего подъезда, чтобы муж ушел. Не так нельзя. Это вернется против вас же, бумерангом, и возможно даже намного сильнее. Поэтому про других вообще не думаем, а если и думаем, думаем только хорошо. Сами желания должны быть всегда сформированы в утвердительной форме. То есть у меня уже есть, я этого не хочу, а уже имею. Я красивая и здоровая, я счастливая уже сейчас, не наоборот. И еще важно никаких вот этих частиц не, нет. Нельзя употреблять выражения, которые наоборот означают нужду, нехватку денег. Ну то есть, я думаю, вы поняли о чем я, об этом сейчас уже многие говорят, что так нельзя загадывать желания. Соответственно, все ваши желания должны быть в утвердительной и счастливой форме. То есть я имею, у меня есть. В инструкции вы это тоже увидите. Что делать, если вдруг вы не нашли свою картинку? О боже, нет картинки! Что делать? Во-первых, есть разные наборы. Есть наборы стандарт, там 220 картинок. Есть наборы премиум, там 440 картинок. Конечно же, в наборе премиум у вас больше шансов, что вы найдете все, что вам нужно. В наборе стандарт 220 картинок, 20 картинок на каждую тематику. И многие из них очень универсальны. Не отчаивайтесь, если вы ничего не нашли, не надо никуда бежать, все нормально. Можно дорисовать, дописать то, что вы считаете нужным. На карте это можно и нужно делать. На карту вы также сможете вместе со мной наклеить аффирмации. Посмотрите, какие здесь есть аффирмации. Этот набор для девочек, а еще есть для мальчиков. Вот у меня чисто женский набор, тут все картинки именно для девочек подобраны. И здесь же есть такие вот аффирмации, они очень клевые. Например, я любима и люблю, мне всегда сопутствует удача, я красивая, стройная, я люблю и ценю себя. Это тоже все можно вырезать и наклеить по соответствующим секторам, по желанию. Ну, мы, естественно, с вами сделаем это мне вот вообще по душе. Аффирмации это утвердительные такие предложения, которые вас воодушевляют. Вообще, для усиления эффекта карту можно еще раскрасить. Я сейчас карту раскрашивать не буду, карту можно раскрасить по секторам. Помните, мы с вами видели подсказку вот как раз по цветам. И можно прям вот как здесь на подсказочке раскрасить нашу карту. Я этого делать сейчас не буду, я, пожалуй, раскрашу потом, когда уже все закончу, именно пустые места. Но вы технически можете раскрасить заранее. Это не обязательно, можно ставить ее черно-белой, не принципиально. Ну что, основное все я вам рассказала. Активировать карту мы будем попозже. Для этого там тоже есть специальная инструкция. Давайте посмотрим, какие у нас есть картинки. Итак, картиночки, картиночки. Вот такие картиночки. Они уже разделены по секторам, как вы видите. Каждый сектор очень красивый на самом деле. У меня есть тут особенно любимые некоторые. Ну, как вы помните, начать нам нужно с какого сектора? Правильно, с сектора богатства. Поэтому мы идем с вами в сектор богатства. Идем, 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 идем. Идем. Кстати, знаете, что я мне рассказала? Есть еще один дополнительный листочек. То есть у вас получается 9 тематик, а их по 20, да, каждой картинки. Есть еще просто дополнительный, который не уместился, который мы так и не смогли определиться, что можно убрать. Поэтому 20 закинули вам бонус. Итак, вот сектор богатства. Сейчас я посмотрю внимательно. Конечно, мне нужно сосредоточиться. Я на самом деле уже знаю, что я хочу, поэтому мне понадобятся ножницы. И бонус от нас. Это все сделано наклейкой бумаги. И плюс еще, видите, тут есть разделение. То есть будет достаточно легко отклеивать. Очень несложно, очень удобно. Получается, что по факту она как бы прорезана. То есть наша задача просто выбрать необходимый нам конвертик. Я сейчас буду, наверное, более быстрый вариант показывать вам заполнение, но вы, вы, делайте это более тщательно. кстати, если вам, если у вас будет позволять возможность очень круто включить какую-то релаксную музыку, может быть, что-то, какие-то мантры, которые вас воодушевляют, что-то доброе, может быть, зажечь свечи, может быть, делать это вечером, чтобы расслабиться. Вы должны прям быть в такие непринужденной атмосфере и в какой-то такой медитации. То есть вам должно быть очень кайфово от этого состояния. Не надо относиться к этому как к работе, прям вот кайфуйте, делайте это ваши мечты. Представьте, что вот вот эта вещь, это как волшебная палочка. Вы такие и все, что вы тут сделаете, все сбудется. Помните, была сказка детская, как же она называлась, про Незнайку. Там был художник, который умел рисовать и чтобы он не нарисовал, все сбывалось. Я его вообще в детстве безумно обожала и мне казалось, что это просто нереально. Не помню, как его звали, напомните мне, напишите в комментариях, вот тут реально без головы вылетела. Краскин, не Краскин. В общем, это очень здорово, что это вообще возможно. Итак, давайте фантазировать. Я, в принципе, уже выбрала, какие картиночки. Вот давайте мы с вами поближе посмотрим. Ну, конечно же, я хочу крутую тачку. И вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот конкретно моей модели здесь я сейчас не вижу. Я выберу вот эту, потому что непонятно, какой это автомобиль и подпишу марку, которая мне нужна. Или вот с бантиком, сейчас подумаю. Так, 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 так. И плюс еще, мне хочется из богатства добавить денежек, конечно же. Ой, честно, я все хочу добавить. И макбук тоже хочу. Макбука у меня нет. Кстати, вот никогда не пользовалась макбуком, все в сомнениях, понравится мне или нет. И яхту я тоже хочу. Про валуту, например, у меня есть уже. Давайте так. Вырезаю то, что мне нравится и наклеиваю. Знаете, я всегда очень любила Infinity. Мне нравится 80-й. Но мы как-то раз сходили на выставку Мерседесов. Так вот, я посидела в Мерседесе, не разбираюсь в их классах, но, короче, в самом крутом. Е, наверное, класс самый крутой называется. А может, и не Е. Но не важно. В общем, там были такие массажные сиденья, и я была просто покорена, и я не знаю насчет Infinity, теперь у меня уже есть маленькие сомнения. Потому что сидеть в пробке с массажными сиденьями, мне кажется, это нереально круто. Там, конечно, был какой-то супер укомплектованный прям салон. Ну вот, как-то так. Ну что, друзья, я вырезала те картинки по теме богатства, которые мне нравятся. Примерно разложила, как бы я это все наклеила. На каждом листочке внизу есть отдельная аффирмация. Вот я ее вырезала, я хочу ее наклеить. Она звучит так. Моя жизнь полна изобилия, и я хочу это наклеить материальное благополучие. И я еще нашла аффирмацию, которая для девочек отдельным листочком. Здесь мне тоже очень нравится, я привлекаю в свою жизнь материальное благополучие. Я хочу вот эту звездочку, ну или многозвездочку, наклеить тоже вот сюда. Я примерно распределила, как это все будет выглядеть. Маленький лайфхак вам. Вот когда вы выбираете тему богатства, туда очень много чего подходит. Помните сетку бугуа, где есть полный перечень? Поэтому смотрите еще другие картинки на других листочках, и может быть вы что-то найдете, то, что у вас ассоциируется. Например, я вырезала из славы, да, по-моему, из славы, нет, наверное, из семьи, потому что у семьи есть еще уют, и вот там как раз я нашла тот домик, который я хочу, например, я его наклеила. И любую из этих картинок можно еще отдельно подписать. Например, вот допустим, покупочки для меня конкретно будут значить, что я хочу обновить свой гардероб, а если конкретнее, то я тут еще сделаю надпись, потому что у меня есть конкретная цель, я хочу съездить в Милан, например, и на определенную сумму денег полностью закупить новую одежду. Ну, в общем, вы поняли. Или, например, марку машины вы можете, вот я тут наклеила значок Mercedes, а как бы это же мне решать, какой Mercedes я хочу. Поэтому всегда можно вот здесь внизу будет сейчас подписать. Или, например, я наклеила денежки, а можно написать сумму денежек, например, я хочу, чтобы там оборот моей компании и организации праздников там составил такую-то сумму. Или, например, чтобы путешествие и организация путешествий приносила мне такой-то доход. Ну, и, соответственно, макбук, например, я могу здесь, если мне нужно, прямо написать конкретную марку. Также такую яхточку тут разместила, тоже как бы можно написать конкретную марку. из важного еще. Когда вы создаете вот этот уголок, рекомендуется карту желания не создавать на 10-20 лет вперед и даже не на 5. Лучше делайте на ближайший год. То есть, то, что реально за этот год может исполниться. Если, скажем так, вы не верите, что у вас через год появится яхта, то, ну, наверное, не очень писать яхту, да? То есть, вот мне бы хотелось, чтобы через год у меня была яхта. Я сейчас повизуализирую, попредставляю эту тему. Не могу сказать, что, кстати, я в это искренне верю. Тоже надо еще подумать, потому что, может быть, яхту-то убрать и освободить место для чего-то более реального. Сейчас я все это наклею. А знаете, что еще хотела спросить? Вот у нас стоит вопрос по вырубке. Стоит ли сделать так, чтобы вы могли просто отклеивать без ножниц? Я вот сейчас сидела, занималась, да, вот этим вырезанием и все-таки я думаю, что вот это вырезание, оно сравни к какой-то медитации. Ты сидишь, представляешь вот это свое желание и тихонечко вырезаешь, никуда не торопишься. А если у тебя будет просто отклеивающаяся наклейка, то, наверное, у тебя просто физически не хватит времени вот это желание проработать. Скажите мне, как считаете вы, вот так же, как я, или все-таки лучше наклеечки и все наклеили и по-быстрому? Ну, вот я все-таки склоняюсь больше к тому, что вырезать это все-таки руками, все это прикольнее. А знаете, еще что хотела вам рассказать? Если вы будете рисовать вручную что-то, то делайте размер рисунка примерно такой же, вот как эти картинки. Потому что, если вы захотите нарисовать что-то более большим, то по фэншую вы как бы отдаете этому большее значение. Грубо говоря, если я вот здесь нарисую гигантскую тачку, а все остальное будет такое маленькое, то, скорее всего, тачка-то как раз появится, а все остальное типа не очень-то и важно для меня. Ну что, давайте наклеивать. Помните, я вам говорила, что вырубка это очень удобно. Вот как раз то, о чем идет речь. Вы можете спокойненько раз, раз в разные стороны и не заморачиваясь. То есть, не надо вот это давно было там отцепить, как это все дело, как от скотча, знаете, когда хрен отцепишь. Ну, то есть, не вот так. Я клею не очень-то ровненько, ну, я не считаю, что надо там заморачиваться, прям, чтобы все было симметрично, идеально. Ну, хорошо, конечно, если у вас там идеальный глаз, но вот у меня не особо он идеальный, поэтому у меня так. Я клею как получится. у меня готово первое первое поле богатства. Можно переходить к следующему. Следующая это слава. Мы находим листочек с сектором слава. И сейчас мы его найдем, найдем, найдем. вот он, сектор слава. И мы можем с вами сразу обратиться к инструкции. Вот здесь есть написано, 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 что написано? Слава. Слава. Слава, слава. Слава, репутация, удача, вдохновение, известность, признание, награды. Ну, в общем, вы поняли. Выбираем на этом листочке все, что нам по тематике подходит, все, что хочется написать. Можно написать своими словами тоже. Вот видите, я здесь написала. у меня не супер красивый почерк, вы, конечно, тут можете очень постараться. Я немножечко все-таки тороплюсь, чтобы вам не пришлось меня сильно долго ждать. Так, сейчас я вырежу вам славу. Ну что, друзья, пока я вас выключала ненадолго, ускоряла перемоточку, чтобы вам было не скучно. Вот смотрите, я выбрала свои картиночки, которые, на мой взгляд, подходят на успех и славу. Я еще немножко оставлю место для надписи, сейчас все распределю и буду-буду наклеивать. Вот примерно так. Аффирмации опять нашла себе тоже такие, которые мне нравятся. И, кстати, вот здесь вот тоже можно вырезать, еще есть, я добиваюсь всего, чего хочу. Кстати, я, наверное, вырежу, потому что забыла про это место. И наклеиваем. Ну и так, собственно, мы прорабатываем с вами каждый сектор. У меня еще впереди в районе 7 секторов. Как вы понимаете, это не очень быстро, на самом деле это действительно труд, это работа. Не думайте, что вы сделаете карту желания за 15 минут. Мне кажется, что по-хорошему на нее должно уходить часа 2-3 вот с этой тщательной проработкой. Не относитесь к этому пустяково, относитесь все-таки к этому вот именно как действительно к тому, что сработает. Вы же знаете, что все, во что вы верите, все существует, а все, что вы не верите, то не существует. Знаете, есть такой эксперимент, я думаю, что вы тоже о нем слышали. например, если человека, а давайте даже сейчас прям сделаем. Давайте так, я попрошу сейчас вас очень быстро сосчитать, сколько, ну давайте вам 5 секунд, сколько на этой картинке предметов красного цвета. Время пошло, я считаю до 5, а вы считаете. Раз, два, три, четыре, пять. Посчитали, сколько картинок красного цвета? Что тут предметов, точнее красного цвета? А на самом деле вопрос в другом. Сколько картинок было зеленого цвета? Если вы сейчас начнете анализировать, вспоминать, то вы поймете, что вы вообще не замечали зеленый цвет, пока искали красный. Так устроен наш мозг. Поэтому, когда мы о чем-то думаем, о чем-то мечтаем, и во что-то верим, что самое главное, во что-то верим, мы действительно это замечаем, мы находим подкрепление, почему это работает, почему это сбывается. То есть, если вы захотите себе доказать, что человек хороший, то вы себе это докажете. А если вы хотите доказать, что человек плохой, то обязательно тоже себе это докажете. Верьте в хорошее. Знаете, что пока вот я тут врезаю, я тут хочу вам сказать еще. Вот я сегодня делаю карту стандарт, тут 220 картинок. Вот я искренне считаю, что, наверное, она больше подойдет для подарка, потому что моя фантазия, если честно, богаче. То есть, мне хочется, чтобы у меня было 440 картинок. Вы видите, у меня еще пустые места. Я еще буду дорисовывать то, что мне нужно, потому что, и дописывать, потому что, наверное, 440 картинок было бы идеально. Там уже точно прям супер-пупер все, что надо. То есть, грубо говоря, если здесь 220 картинок, тут три вида кошек, топ-440, там будет столько кошек, что я точно найду, которая мне нужна, или точно, которая собака мне нужна, или точно до моей мечты. Ну, то есть, а так получается все нативно достаточно. А еще, знаете, что, если вы видите фотку, где изображено лицо человека, то самый лучший вариант, это потом взять свою фотографию и туда моську свою наклеить. Вот уже, как видите, я уже почти закончила. Вообще, очень долго, на самом деле. Я уже сижу, наверное, часа полтора, но я прям реально задумываюсь, там медитирую над каждым желанием. Ну что, друзья, спустя 2,5 часа я закончила. Посмотрите, что у меня получилось. Вот такая вот красота. Каждый сектор заполнен. Каждый сектор я сейчас расписала, дописала то, что мне не хватало. Дописала фразы, которые мне были нужны, клеила свою фотографию, вырезала все аффирмации. Это вот как раз эти стрелочки. прикольные, то, что на отдельном листочке было. Картинок у меня не так уж и много осталось, поэтому, если вы прям планируете очень тщательно проработать карту, все-таки лучше взять набор премиум, потому что вот у меня каких-то вещей не хватило в стандарте, потому что 20 картинок на тематику, вы сами понимаете, это не так уж и много, а вот 40 уже есть где разгуляться. Что делать дальше? Сделали. Во-первых, во-первых, в каждый сектор в идеале нужно добавить какое-то желание, которое вы сможете исполнить в ближайшее время. Тем самым это станет пусковым механизмом для вашей карты. Не обязательно прям в каждый, хотя бы в один. Вот у меня есть несколько таких позиций, которые я точно исполню, прям вот буквально сейчас пойду в магазин и куплю, или там пойду сделаю себе брови, там подобное в секторе здоровья, ну и так в каждом секторе. Что еще? Здесь в инструкции все об этом подробно написано, тоже как карту активировать. Мы переворачиваем карту на обратную сторону и вот нам нужно с вами написать фразу. Пусть мое желание исполнится самым наилучшим образом для меня и во благо всем. Спасибо. Соответственно, берем и можно это прям, хотите вот уголочек, да, как вам хочется, хотите вот здесь. Я напишу это прям вот большим, как мне хочется. Ну, я так чувствую. Я напишу большим шрифтом. Усть. Вы можете взять любую ручку, естественно, какую-то, которая вам нравится. Я вот взяла та, которая у меня была под рукой, но вы всегда можете взять маркер, ну, как вам захочется. И тоже можно все это украсить. Знаете, мне еще нравится фраза «Я разрешаю себе это иметь». То есть, можно прям, ну, как бы это второй аналог вы можете прям написать «Я себе все это разрешаю». Это такая фраза тоже такая мотивирующая и приятная. То есть, не то чтобы вот ты нарисовал что-то такое недосягаемое и потом ты себе пишешь «Я себе это разрешаю». О, круто! Кстати, точно так же вы можете поступить желанием, которое, например, вы когда-то мечтали-мечтали, а потом такие «Не хочу его больше мечтать, да, мне больше уже не нужно». Но оно у вас в голове все равно сидит. Можно такие желания с писочком выписать и написать «Я разрешаю себе этого не хотеть». И все. И больше этого не хотите, не паритесь. Знаете, как детские желания, когда, например, я всегда мечтала о большом домике для кукол Барби. Прям очень хотела. Хотите? Пойдите и купите себе в сознательном возрасте то, о чем вы мечтали в детстве. Может быть, какие-то любимые носочки, какое-то вот что-то такое, о чем никто не знает, а вам это было очень надо. Или какая-то большая мягкая игрушка, большой медведь, ну и вот что-то такое сокровенное. Кто-то мечтал о дороге, паровозиках и тому подобное. Ну, либо наоборот. Прям разрешите себе отказаться от этой мечты и отпускайте ее и не парьтесь. Пусть она не тянет на себя вашу энергию. Итак, исполнится для меня наилучшим образом и во благо всем. Ну и, конечно же, напишем спасибо или благодарю, да? Все принимаем с благодарностью. Таким образом, карта у нас закончена полностью. В сектор мы не забыли разместить в сектора те желания, которые исполним мы в ближайшее время. По технике фэн-шуй, как лучше поступить с этой картой? Лучше повесить ее в то место, где она будет недосягаема для глаз посторонних, но будет постоянно доступна мне. В идеале, место, где я буду утром и вечером. Утром увидела, проснулась, вечером увидела, проснулась и спокойненько пошла спать. Чаще всего самое лучшее место это гардеробная, то есть вы открыли шкафчик, закрыли шкафчик. Если, например, вы спите одни в своей спальне, конечно же, повесьте, да хоть прям вот по центру, хоть на потолок, когда вам удобно. Проснулись, увидели, пошли. Собственно, наша карта готова. Старайтесь не бегать к ней через каждые пять минут, но периодически просто встречайте ее взглядно, вспоминайте, что вам хотелось, особенно утром, это классно, вы проснулись, посмотрели, зарядились, вспомнили, чего там надо и пошли. Ну и следите за тем, как эти желания начинают исполняться. И, конечно же, помните, что желание желаниями, но все-таки действовать нам тоже нужно. И если вы видите, что Вселенная начинает вам помогать, давать какие-то шаги к действию, то, конечно же, идите этому навстречу, улыбайтесь людям, если вам что-то предлагают, не отказывайтесь, не бегите, не прячьтесь, соглашайтесь и ничего не бойтесь. Удачи вам, друзья, до новых встреч, пишите, подписывайтесь на наш Инстаграм, именно конкретно вот этой вот карты Веста, карты желаний, ссылочка у вас внизу, подписывайтесь, там можно писать мне вопросы, какие-то более детальные расспрашивать, потому что каждая сфера немножко есть свои нюансы в ее заполнении, если у вас что-то есть, какие-то недопонимания, пишите нам Инстаграм, можете писать мне здесь же в Ютуб, я буду в комментариях вам писать, и, конечно же, если это видео наберет 10 тысяч просмотров, мы разыграем между комментаторами вот такую вот карту и отправим вам по почте за свой счет. Приходите к нам в Инстаграм, я периодически буду проводить прямые эфиры, где буду рассказывать вам более подробно про эзотерику, про специфику, желания, как правильно мечтать, чтобы ваши мечты исполнялись, и, конечно же, следите за нашими путешествиями, у меня еще есть много чего вам рассказать, до новых встреч, спасибо за просмотр, пока-пока!